добрый день дорогие друзья начинаем наш ежедневный обзор рынка сегодня у нас 6 ноября день до дня революции октябрьской 7 ноября и сегодня как мы видим опять без исключения рынок находится на позитивной территории пускай не в большом но в плюсе и последний раз когда мы видели рынок в минусе было очень и очень давно особенно когда вы видели падение рынка более 1 процента таким а такими событиями не избалованы поэтому мы можем сказать что волатильность у нас находится сейчас посмотрим где у нас викс на достаточно низком уровне 13 3 хотя в принципе она у нас и падала в шестнадцатом пятнадцатом году а ниже уровня в 10 даже ниже девяти падла было на уровне 8 поэтому волатильность падает и соответственно страха у инвесторов никакого нету хотя скептицизм по-прежнему присутствует но все равно как бы скептицизм это при признак того что рынок ближайшее время падать не собирается поэтому единственное что сейчас интересного происходит на рынке это такой плавный шифт от гроз акции value компании поэтому на самом деле мы видим что в те дни когда рынок поднимается акции компании gross которые двигались вместе с рынком и которые служили как бы триггером для роста рынка инвесторы потеряли аппетит к этим акции поскольку достаточно высокие риски и в случае если компания не бьет ожидаемый результат она может упасть и упасть весьма существенно него не факт что она вернется на тот свой уровень где она когда-то была так примеру компания твл которая у нас была 151 доллар допустим если мы посмотрим на шестимесячном графике это было у нас в июле этого года в конце июля акция туда вернется до дна не скоро потому что отчет у компании был не важнецкий вместе с позитивным рынком это акция не поднимается и возможно если рынок ухудшится рынок будет просто продаваться эта акция будет одной из первых которые инвесторы будут продавать и опять же приближается месяц декабрь или десембер когда инвесторы фиксируют убытки в этом календарном году я думаю опять же мы увидим волну продаж таких компаний как cwlo как uber как другие неудачные пиоты из тех компаний которые находятся на своем минимуме или близко к нему на самом же деле сейчас достаточно благоприятная ситуация для захода value компании что такое value компании да по сути те компании в которые всегда инвестировал воррен баффет и который рекомендовал известный экономист грехом а вы не компания это компании которые торгуются с достаточно низким соотношением цены к продажам и сейчас я вам покажу вот топ компании вот которые вот я вот допустим рекомендую вам покупать из серии value для этого мы с вами но я и так эти компании знаю допустим покажу чтобы это бы не было голословным покажу те компании которые вот можно вот из этого из этой серии куда можно заходить вот у нас есть премиум скринс а на загс.com мы заходим в премиум скринс и по один из первых фильтр это у нас undervalued загс number one ranks tags undervalued это недооцененные компании они имеют загс rank 1 потому что эти компании либо отри портали хорошие результаты либо подняли свой прогноз на вот целом либо сделали и то и другое одновременно и сейчас мы посмотрим просто какие приблизительно компании могут быть нам интересны из этого списка их всего у нас 40 компаний не всего их достаточно много вот таким компаниям допустим относятся компании которые имеют api и еще менее 20 плюс имеют компании которые имеют price to sell за еще меньше единицы то есть это два фактора которые используются для поиска таких компаний среди таких компаний мы видим акции из реальных секторов такие как допустим his как как и бич холмбилдер такие как м те чем и чё это все компании холлбилдера нави компания там а бизнес-сервисы с андабли ел это индустриальная компания то есть мы видим компании из реальных секторов рынка практически тут ни одной технологической компании мы не увидим а можем расширить наш список до 50 компаний мы видим компанию зумс ритейл компанию компанию xerox которая пускает копия копии машин компания езды которая занимается дистрибьюции еды холмбилдера хеллске компания госпиталей стерлинг констракшен компания сны компания sony между прочим сюда принадлежит которая торгуется с достаточно низким пи и вот эту компанию как раз я бы рекомендовал на покупку компания сиг сигнет джулере компания правда у которой очень высокий шок флот но компания которая торгуется со смешным пи в 567 и price to sales 0.15 то есть вот это те компании в которые сейчас могут заходить деньги из этих компаний я бы наверное все что ты исключил холмбилдеров поскольку домостроительный цикл подходит концу поэтому все же таки холмбилдеры которых тут достаточно много я бы все же таки исключил все остальное имеет право на жизнь поэтому я закрываю вот эту штуку и возвращаемся обратно к рынку значит поэтому сейчас когда мы видим квартальные отчеты мы видим квартальные отчеты компаний из реальных секторов эти квартальные отчеты могут быть достаточно плохими но что самое интересное акции на этих плохих отчетах не идут вниз к примеру вчера компания тс и который можно отнести к химической промышленности это спин-офф от компании дюпонта раньше она была частью компании дюпонт вот вчера на плохом квартальной отчете сплавы с сдаунсайд гарденсом компания открылась минус доллара 60 после чего откатилась здесь всего 5 центов после чего промаршировала наверх 5 долларов и 70 центов значит смотрите вот опять же по терминологии если у нас акция открывается с гэпом вниз делает минимальное движение вниз и сразу начинает двигаться вверх это называется разворот если же у нас акция на очень плохой новости как это было в компании и и она открывается по 65 24 делает движение до 67 83 и это называется а это называется не разворот а откат после чего она падает до 62 конечно такой откат пересидеть крайне тяжело но опять же никто вам не говорит заходить в акцию сразу же дождитесь пока она стабилизируется пока пробьет цену открытия только тогда можно в эту акцию заходить поэтому сейчас у нас такой рынок когда в принципе он достаточно понятен с точки зрения дейтрейдинга когда мы видим компании например которые разворачиваются компании которые например которые склонны идти вверх от цены открытия например компания fn которая третий квартал подряд открывая с гэпом наверх потом падает смотрите то же самое повторилось и на этом квартальном отчете открылась правда плюс 31 цент всего копейки откатывалась вниз до 55 долларов то есть тенденции продолжают повторяться и эту стратегию я пропагандирую в своем сейчас мастер-классе который я веду каждый день когда мы анализируем квартальные отчеты когда мы делаем заходы в соответствии с тем как акция вела себя на прошлых квартальных отчетах и в соответствии с характером квартального отчета поэтому вот все это работает все эти стратегии работают как работают дальносрочные стратегии а когда мы инвестируем value компании с прицелом на ближайшее будущее поэтому на самом деле рынок нужно понимать рынок нужно знать нужно понимать его конъюнктуру понимать что в нем происходит в данный момент времени это мог мой могут и дать могут лишь дать профессионалы поверьте мне портфолио менеджера которые работают в америке в компаниях фиделити там пункт нам а там других компаниях там там я не знаю там ряд других компаний не будут с вами делиться этой информации им это незачем я же как бы общаюсь с ними поскольку большинство из них там крупных этих менеджеров мои друзья то есть я с ними общаюсь сила того что мы общались с ними двадцать лет тому назад поэтому я эту информацию владею я эту информацию делюсь с вами поэтому вы в качестве меня имеете хорошего проводника реальных новостей реальных тенденций этого рынка которые имеют место в данный момент поэтому те люди которые записаны на мой курс он они приобретают какие-то полезные навыки полезные знания не понимают что творится с рынком и они зарабатывают деньги те же люди кто хотят учиться сами они просто набьют шишек себе и в конечном итоге сольют как это говорят свой депозит в большинстве случаев то есть поэтому нужно на самом деле общаться нужно принадлежать какому-то сообществу нужно быть вместе с другими трейдерами нужно делиться идеями нужно перенимать положительный опыт лишь к этому я призываю это моя цель нахожения на рынке чтобы сделать трейдеров прибыльными чтобы трейдера зарабатывали деньги и чтобы они общались между собой они были в вакууме с вами был саймон брагинский всем хорошего дня до новых встреч и до свидания